Скажите, вот сегодня 7 число, декабрь, да, суббота, а у Шамина кто зам-то вообще? То есть на него пишешь заявление, в понедельник можно на разборке-то вообще прийти? По поводу отвода следователя вообще от уголовного дела из-за нарушений. Дима Чайфорст. Алло, скажите, а я могу же по этому телефону поговорить? Не бросайте трубку-то, ну разве вам трудно? Какая разница? Сейчас сюда микроволны-то не идут? Ну, кто зам-то, Шамина-то вообще не идут? Вам зачем? Ну так же в понедельник... Там написано ведь, в понедельник у него прием идет. Хорошо, вот. 15 часов. С 15 часов, да. То есть он не в отпуске уже, Шамина, или в отпуске? Там, вот, написано около с 15 часов. Какосеев, Дмитрий Васильевич. Да, какосеев, да, он получается, да? Да. Большое спасибо. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Здравствуйте. Продолжение следует... 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 А также я... Скажите сейчас, ваша позиция-то какая вообще? Чего мне ждать? Я вам говорю, что нам надо сейчас делать все по максимуму, чтобы принять законное решение. Если мне дадут потом согласие наши руководители прекратить дело, мы прекратим. Если не дадут, не дадут. Понимаете, это не от меня зависит все. А вы не скажете, о каких руководителях идет речь? У меня же есть руководители мои. Ну так это же не совершенно секретно. Вы не могли бы мне сказать фамилию? Есть прокуратура, есть начальники следствия. Ну, непосредственно. Самый-то первый-то руководитель-то вашего. Можно фамилию-то услышать? Максимов. Максимов, да? Ну, хорошо. Ну, комиссия пройдет. А смысл-то в том, даже вот так вот по закону, мне саму смешно, что я невменяемый. Вообще, сами-то понимаете, но... Да вас не совминяемый не называют. Подождите, да я что хочу сказать-то? А смысл-то вообще вменяемый, невменяемый? А дело-то какое уголовное-то? На чем стоит-то? Что вы сейчас не можете сказать-то вообще? Или я соглашался с обвинениями? Или обвинения, или что-то были выдвинуты? Где основания-то? Не свидетели, ничего. То есть изначально дело сколько вообще длится? Сколько месяцев оно ведет? Скажите, пожалуйста. Три месяца. Три месяца. С 4 сентября вот Елена рядом сидит. Ну, и скажите, когда оно закроется-то вообще? После Курганской комиссии? А если ее не будет, Курганской комиссии, то я пожизненно буду ходить под следствием необоснованных преступлений, что ли? Я понятен. Вы мне скажите, пожалуйста. А почему вы думаете, что я не буду, например? Ну, скажите мне основания. На данный момент у вас есть факты обвинять меня в преступлениях? У вас еще никто не обвиняет. Извините. Ну, хорошо. А подозреваемым я сейчас могу быть, если жена написала, что ни истязаний, ни побоев я не наносил. Вы разве не читали этого? Разве не вам было написано? В прокуратуре бумагу этого она не писала при мне. Или, может быть, я ее заставил прямо в прокуратуре, может, под ножом. Вы понимаете, вообще, ход действий-то своих, оплетаевых? Ответьте мне на вопрос. Сейчас идет запись с телефона, я с вами. Ирю, начать. Ну, смысл, в чем я сейчас ему набираю на этот абонент? Во-первых, там был нетрезвый голос тещи, то есть Якуша Вера Степана. И он, как я понял, он был нетрезвый. Он разговаривал по телефону халатно сотрудника при исполнении. И сейчас, когда я ему набирал, он, значит, отключен у него абонент. И он почему-то просил нас туда, завтра мы пойдем в прокуратуру просто. Я вам только что объяснил. Сейчас участковый решит. И вас, скорее всего, вызовет сюда в отдел. Либо к вам домой подъедет. Пусть к нам домой подъезжает. Мы сейчас на Капельского, 7524. Вам понятно? Конечно, мне все понятно. Мне вообще все понятно. Все, ждите звонка. Хорошо. Хорошо. Да? Алло, а можно это? Кто сейчас звонил с этого номера? Ну, представились полицейским, потому что... Алло. Алло, здравствуйте. Вы полицейский? Да. Как ваше имя? Да, да, да. Фамилия, она? Дмитрий Сергеевич. Я говорю, что вы за паспортом. Пускай она подойдет, и ей никто не удерживает. Дмитрий Сергеевич, ну... Ваша фамилия какая вообще? Ладно, до свидания. Ладно, до свидания. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗАЧЕМ ОНО? А мне адвокат так сказал. Вы меня послушайте. Вы пишите на меня заявление о моем отводе. Я по нему решение принимать не могу, потому что оно на меня написано. Поэтому мне его вручать не нужно. А начальник-то Максимов, да? Ну, да. Он в отпуске сейчас. Понятно. Хорошо, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 По поводу того, что вы меня запирали в кабинете, в общем, порвали мои первичные показания. Во-первых, я ничего не рвала. На моих глазах это было. Вы что не взяли, что это вообще? Я хочу просто поговорить о прекращении уголовного дела и о ваших, в общем, нарушениях моих конституционных прав. А у вас кто, адвокат-то? Громов. Ага, понятно. Пусть Громов мне позвонит, мы с ним договоримся. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. Божья, моя великое слава, Твоё достояние на все времена. Славься, Отечество наше свободное. Божья, моя великое слава, Твоё достояние на все времена. От южных морей до полярного края, Раскинулись наши леса и поляр. Одна ты во свете, одна ты такая, Хранимая Богом, родная земля. Славься, Отечество наше свободное. Божья, моя великое слава, Твоё достояние на все времена. Божья, моя великое слава, Твоё достояние на все времена. Божья, моя великое слава, Твоё достояние на все времена. Божья, моя великое слава, Твоё достояние на все времена. Славься, страна, выходи за тобой!